Моя жизнь это ходьба по разделительной полосе. Машины едут, едут, а я стою и жду, пока они все проедут. Дорогие друзья, это Поварская улица, Москва, и вот почта, и иду я к почте со своей книжечкой про службу в армии США. Иду отправлять, и не нашел ничего лучше, как взять с собой сумку-термоконтейнер, чтобы в нее все книжки влезли. Спасибо, что покупаете мои книжки про службу в армии. Пишите мне на почту, покупайте еще, это меня поддерживает. Спасибо. Эти книги полетят в город Ангарска, или поедут, скорее поедут. Не буду захваливать почту, поедут. Это человек очевидного города Наглуха, это центр Москва, это ЗАГС на Тверской. И вот, что мы наблюдаем. Вообще, гавнные и все просто, или хмурые, или алкоголь. Сколько стоит душа? За сколько вы продадите свою душу? И что вообще такое акт купли и продажи души? Никто на самом деле толком этого не понимает и понять не может. Попробуем подумать вместе и объяснить это. Добрый день еще раз, дорогие друзья. Итак, что же такое продажа души? Продать душу. Сколько раз в литературе обыгрывалось вот это вот акт, ритуал, обмен души на что-то, на какие-то ценности. Фауст Геоте, проданный смех, замечательная детская книга. Что же такое? Можно ли на самом деле продать душу и как-то обменять ее на что-то? Нет, душа не подлежит продаже. Но вместо этого возможно стать квазипотребителем гаваха. Ну, как бы попытаться породниться с этими, с черными, с нечистыми. Вот. Что мы и замечаем, это происходит у нас на глазах. Все дело, я описал об этом в книге «Люди и их тараканы», которая у меня на аватарке, такая желтенькая, оранжевая. Вот. Все дело, друзья мои, в окнах овертона и в амбивалентности. Вот. В допущениях. Допустив единожды что-то, ты продолжаешь допускать и допускать. Первое допущение – это узелок. Вот по такому же принципу построено квази-теоядро. Ну, вот, почти вера фанатиков. На одном узелке лжи, завязанном, липнет полостами, как капуста, огромные слои лжи и допущений. То же самое происходит и с продажей души. В принципе, процессы крайне родственные. Вот. И вот так мы видим, как из одного допущения, что вначале, ой, ну я полежу еще полчасика, я ленивый. Да, пускай. Лень – это порок. Или я солгу еще один раз. Или я сделаю больно, я не буду думать об этом. Больно другому человеку. И так далее. И я знаю, что это плохо, но это всего один раз. И вот эти допущения облепляют душеньку человеческую огромным комом. Все равно человек никогда не превратится в темного и не станет пожирателем гаваха. Потому что тошнит всех людей от этого гаваха в конечном итоге, чтобы они не говорили. Но эти души, эти люди, эти судьбы потеряны навсегда. Как вы считаете, можно ли как-то вот спасти такую душу, которая уже погрязла в этом коме лжи, допущений и зла? Вы знаете, да, можно, но для этого необходимо действительно волевое усилие от человека. И в качестве спасения я предлагаю отказ от шкалы ценностей современной и принятия истинных добродетелей, таких как честность, труд, дружелюбие, милосердие. Ну вот каких-то таких основополагающих базисных ценностей. И тогда распадутся эти допущения, и все станет просто и ясно. Главное развязать первый завязанный узелок, дорогие мои друзья. Что ж, желаю вам всем доброго дня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, проверяйте подписку. Эти негодяи ее снимают постоянно. И поддерживайте канал по мере возможностей. Ваш Захарыч Блаженный. Пока. Ну что, короче, мне предстоит определенного рода беседа. Мне интересно сколько раздаст мне этот человек. Семь этого человека. Сейчас назад он здесь тоже сидел. О, братан. Эй, алло, здорово. Как тебя чувствуешь? Дай пять. Дай пять, ебаный урод. Нормально все у тебя? Да. Ты откуда сам? С Вологды. С Вологды? Давно в Москве? В Вологде в деревне жил или в городе? В Вологде. В Вологде. В Вологде? Самой? Ты пьяный или под героином? И то, и то? Алло, алло, ты где? Натан, привет. По героинам. По героинам, да? Я так и знал, блядь. Первый раз когда я тебя увидел час назад мы проходили вот с автором ролика. Жизнь человека, имеет ли она ценности, значение в современном государствообразовании РФ? Вы знаете, боюсь, что нет. Жизнь отдельно взятого человека не имеет никакой ценности здесь у нас сейчас. И все мы для нынешней касты властимущих просто мусор, недостойный жить. И живущий только по их недосмотру. Вот все это очень грустно и печально, дорогие друзья. Потому что, на мой взгляд, РФ сегодня это первое в истории человечества сатанинское государство. Вот где все шиворот на выворот.